А у вас сохнет кожа осенью? Я думаю, да. Привет, мои хорошие! Давайте сегодня поговорим об осеннем уходе. Очень часто приходят пациенты, которые говорят, что осенью кожа становится раздраженной, она сохнет, шелушится и буквально требует влаги. И не могут понять, что же не так. Буквально еще пару месяцев назад крем прекрасно подходил и справлялся со своими задачами, а сейчас его не хватает. Почему? Во-первых, потому что кожа требует влаги. Осенью включают отопление во всех помещениях, где вы спите, живете или работаете, воздух становится очень сухой. Иногда влажность воздуха ниже раза в три, чем нужно в норме, для того, чтобы она была в хорошем состоянии. А на улице, наоборот, очень высокая влажность и снижается температура. Поэтому вот эти перепады, они очень неблаготворно влияют на качество кожи в целом. И если кожа склонна к тому, чтобы давать вот эти раздражения, склонна к тому, чтобы шелушиться, то она вам 100% все эти проблемы выдаст. Что нужно делать для того, чтобы этого не происходило? Конечно, надо регулировать уход. Осенний уход и зимний уход, они между собой похожи, и они, безусловно, отличаются от летнего. Чем? Во-первых, уход должен быть обязательно полноценным. Если вы летом могли умыться, нанести тоник и не нанести вечером крем, то зимой себе и осенью вы позволить уже этого никак не можете. То есть, что у нас по этапам? Умывание, тонизация и обязательно крем. Тоник должен быть мягким, он не должен быть со спиртом. Если кожа у вас уже раздражена, шелушится, краснеет после умывания, однозначно не стоит выбирать тоник на этот период с фруктовыми кислотами. Если же кожа спокойна, просто чувствуете, что надо переходить на более плотный увлажняющий крем, то тоник может быть такой. Поактивнее, поагрессивнее, с фруктовыми кислотами страшного ничего в этом не будет. Смотрите по своей коже. На кожу обязательно надо наносить крем и утром, и вечером. Почему? Потому что, когда на кожу не нанесен крем, а воздух вокруг сухой, кожа отдает влагу и из-за этого пересыхает, становится раздраженной и даже отчасти воспаленной. Когда мы наносим крем, он эту влагу сохраняет. И, конечно, если летом вам был прекрасно на коже более легкий крем, возможно, даже флюид или какая-то эмульсия, то все-таки зимой это должен быть крем как минимум поплотнее. Не обязательно масло, не обязательно жирный крем. Но крем должен быть как минимум немного плотнее, и вам с ним должно быть комфортно. То есть он должен полностью закрывать потребность кожи в увлажнении. Помните об этом. Если все же вы боитесь брать крем плотнее, но чувствуете, что увлажнение кожи требуется, тогда добавляйте под крем сыворотку. Такое многослойное нанесение, когда вы сначала умываетесь, наносите лосьон, сыворотку и крем, иногда бывают еще какие-то дополнительные концентраты, оно усиливает эффект увлажненности всегда. Это можно делать и осенью, и зимой. И, конечно, если есть возможность, обязательно ставьте в помещение, где вы находитесь, где хотя бы вы спите, увлажнитель воздуха. У многих людей, у которых есть в семьях дети, увлажнители стоят практически всегда. Если же у вас нет возможности увлажнить воздух с помощью аппарата, вы можете повесить просто влажное полотенце на спинку кровати, и этого уже будет более чем достаточно. Кожа скажет вам спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok